И я не могу сказать, знаете, вот я была каким-то по плане учёбы среднестатистической. Единственное, что мне не нравилось, это математика, физика, химия, потому что я ничего в этом не понимала. Мне больше нравилось что-то гуманитарное, английский язык, литература. Вот, поэтому... Так тоже не было, так тоже не было. Это благодаря пастырям, благодаря вам, благодаря книгам. И всё-таки дары, они заложены. Если Бог этот дар заложил, и ты прилагаешь какие-то усилия, Бог это развивает, и оно выходит всё наружу и приносит какое-то благо. Я помню, что когда Вы говорили, Вы говорили, что в один момент Ваш папа стал выпивать. Потому что Вы потом больше говорите о маме, о маме. Пробедите, насколько Вам было, когда Вы заметили, что папа начал выпивать? Ну, в сознании где-то, наверное, лет десять. Когда я уже видела конкретные такие нехорошие действия относительно со стороны папы, когда он уже начал рукоприкладствовать к маме, я это всё, было всё на моих глазах. Да, скандалы. Это было, конечно, тяжело, больно. И папа не раз нас выгонял из дому. В общем, прошли мы очень тяжёлый такой путь в отношениях. Но в основном это потому, что у них с мамой плохое отношение, и дети от этого страдают. Да. И мы, конечно, брат потом скатился в плане учёбы вообще до единиц по пятибалльной шкале оценивания. И у него были постоянные проблемы. Но, вы знаете, Бог хранил всё это время как меня, так и брата, и маму. Потому что папа у меня умер. И умер он именно от алкоголя. Очень так, ну... В убийство, да? Да, в 50 лет он умер. Хотя он был талантлив очень человек, и потенциал был в нём. Но вот этот грех, он, конечно, погубил его жизнь. Но мама была с ним, да, всё это время? Они развелись. Они развелись, да. Она мучилась с ним ещё долго, пыталась что-то сделать. Но я спросила маму, почему ты раньше не развелась? Она говорит, ну, двое детей. Ну, такие условия были, что некуда было даже идти. Это были советские времена, соседи, общественное мнение. И вот так вот всё закончилось для папы, трагично. Но в целом всё на благо. Вот. И брат, он когда, он потом начал употреблять алкоголь ещё с детства. И он начал употреблять всякие лёгкие таблетки наркотические. И я помню те моменты, когда приходили соседи. Это уже без папы? Это уже без папы, да. Когда выжили с мамой отдельно. Да, да. Но папа ещё тогда живой был. И приходили там, вот ваш сын лежит там на втором этаже, на третьем. То есть человек не доходит до квартиры. И он уже много-много раз мог умереть. Да. То есть, и это очень случаев много таких в жизни. И я жила... И представьте, как ваша мама себя чувствовала, да? Да. Муж пил. Она столько прошла с ним. Она, в конце концов, да, решила развестись, чтобы спасать детей. И вы можете представлять, какой удар, когда уже сын начинает пить. От мужа ещё можно избавиться, да? А как отказаться от сына? Да. И она, знаете, как у матерей невидимая связь с детьми, независимость от расстояния. И она всегда чувствовала, что с ним, как с ним. И это отражалось не только на мне, не только, вернее, на её состоянии, но и на моём. Потому что она всё время звонила, и вот это тревожное состояние, вот это психологическое напряжение, оно длилось просто десятками лет. Вау, десятками? Десятками лет. Вы сказали, что рано начала употреблять. Да, да. Подростковую. Да, да. И вот ему сейчас 40 лет было в прошлом году, в апреле. Вот. И он только в 40 лет покаялся. Бог его просто чудом спасал. Перестал пить только в 40 лет. Только в 40 лет. С подросткового возраста. Да, да. Это не считая алкоголя, а ещё плюс таблетки различные, ситуации жизненные, в которых он просто мог погибнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»